Итак, последние несколько недель я тестировал этот 77-дюймовый OLED LG G2. И последнее обновление прошивки 3.20 принесло ряд новых функций и исправлений, улучшив качество изображения по сравнению с 65-дюймовым G2, который я обозревал около 4 месяцев назад. Во-первых, режим Dolby Vision Kino теперь более точен из коробки. Ранее трекинг PQ EOTF в режиме Dolby Vision Kino до калибровки был значительно ярче эталонного, из-за чего оттенки кожи выглядели неестественно и в целом были более размытыми. После установки прошивки 3.20 трекинг PQ EOTF приблизился к эталонному стандарту ST2084, немедленно улучшив распространение света и кинематографическое качество изображения в режиме Dolby Vision Kino из коробки. Во-вторых, новая функция Dolby Vision Precision Detail теперь разблокирована. И вы можете найти эту настройку в меню «Четкость» во время воспроизведения Dolby Vision контента. Правда, опористы могут найти эту функцию бесполезной по двум причинам. Первое. Precision Detail затемнен во всех пресетах изображения Dolby Vision, кроме режима кинотеатр, что является частью технологии Dolby Vision IQ, которая стремится компенсировать окружающее освещение. То есть отображение Dolby Vision будет более ярким, особенно в сценах с низкой освещенностью. И это также будет отклонением от авторского замысла в самом строгом смысле этого слова. И второе. Включение Precision Detail приводит к появлению артефактов мерцания во время некоторых сцен в Dolby Vision, особенно в стриминговых сервисах, так что чувствительные зрители, вероятно, предпочтут отключить эту настройку. Улучшение номер три. Ранее некоторые OLED-телевизоры LG 2022 года, включая и наш G2, демонстрировали слабое свечение при полной заливке видео черным, даже при снижении уровня черного до ноля, что могло быть заметно в абсолютно черной комнате, особенно во время загрузки дисков. Теперь это исправлено в прошивке 3.20, так что черный на LG C2 и G2 больше не будет осветлен. Улучшение номер четыре. В предыдущих прошивках нижняя половина точек настройки баланса белого отсутствовала в режиме HDR10, будь то по 10 точкам или 22. Но эта ошибка была устранена в прошивке 3.20. Теперь же владельцы-энтузиасты могут калибровать вручную баланс белого во всех режимах изображения HDR10, такие как HDR киноа или HDR filmmaker mode. В остальном 77-дюймовый LG G2 обладает многими достоинствами, которые мы уже отмечали в наших обзорах C2 и G2 в начале этого года. Новый чипсет U22, называемый компанией LG как процессор Alpha 9 Gen 5, принес ряд улучшений по сравнению с OLED-телевизорами 2021 года, такими как C1 и G1. Трекинг гаммы почти черного более точный, требуется меньше дизеринга, что приводит к более чистой и точной детализации теней. Нативно 10-битная градация стала более плавной, что особенно заметно в режиме оптимизации игр на 4К 120 Гц. Масштабирование стало четче, чем раньше, начиная с этой тестовой карты в 576i и этой трансляции стандартного разрешения с ITV3 до вот этой вот трансляции высокого разрешения с BBC HD и, наконец, 1080p фильма Skyfall. Большой размер 77-дюймового экрана может сделать присущее 24p заикание, вызванное почти мгновенным временем от клика пикселя OLED, еще более очевидным, что побуждает некоторых владельцев задействовать TrueMotion для сглаживания заикания. И хорошая новость, в этом году настройка кинематографического движения LG получила дополнительное улучшение, благодаря чему в 24p-фильмах стало меньше артефактов интерполяции и эффекта мыльной оперы, чем в моделях 2021 года. Алгоритм LG 2022 года TrueMotion также создает меньшее микрозаикание при жестикуляции рук и движения головы в вещательном контенте на частоте 50 Гц, который вы получаете в таких регионах, как Великобритания и других европейских странах. Одним из уникальных преимуществ OLED LG является возможность их 3D-лат калибровки для достижения очень высокой точности цветопередачи. И действительно, после калибровки с помощью Kalman AutoCal, средняя Delta Error составила менее 0,5 на этой диаграмме ColorChecker SG, где было измерено 140 участков, что означает точное воспроизведение творческого замысла при реальном просмотре. И как обычно, актуальные цены на OLED-телевизоры в описании к видео. Окей, вернемся к нашему обзору LG G2. Вот некоторые результаты, которые мы измерили на нашем 77-дюймовом устройстве. Пиковая яркость HDR в 10% окне составила 900 нит после калибровки до точки белого D65 и 170 нит в полном. Цветовая палитра DCI-P3 достигла 99%, в то время как охват REC 2020 составил 76, что является обычным явлением для WB-OLED панели, такой как в 77-дюймовом G2. На нашем образце яркая однородность была превосходной, без эффекта грязного экрана или бандинга на заревке серым. Правда, поскольку W-OLED панели при просмотре под углом всегда розовят, вы можете увидеть некоторый розовый тинт по бокам экрана в зависимости от того, как далеко вы сидите от телевизора, поскольку стороны будут смещены от центра относительно ваших глаз. Темная однородность была достойной, учитывая, что обычно с увеличением размера экрана однородность ухудшается. Из-за того, что мы снимали лог, чтобы зафиксировать темные детали, на камере они выглядели заметно хуже, чем в действительности. В гейминге input lag составил 13 миллисекунд при 60 кадрах в секунду в оптимизации игр, снижаясь до 9,5 миллисекунд с включенным режимом усиления. Ну а при 120 кадрах в секунду input lag уменьшился вдвое, до сверхчувствительных 4,8 миллисекунд. Выбор HGIG все так же приводит к небольшому занижению трекинга PQ и OTF на нашем обзорном устройстве, даже на последней прошивке 3.20. Но вы можете использовать функцию загрузки тонального отображения при калибровке режима оптимизации игр, чтобы принудительно сделать клиппинг и имитировать HGIG. Функция загрузки тонального отображения не работала в режиме оптимизации игр, когда я обозревал 65-дюймовый LG G2 несколько месяцев назад, так что это еще одна вещь, которую LG исправили. Подведя итог, LG OLED 77 G2 – это лучший телевизор в классе 77 дюймов, который вы можете купить в 2022 году. Поскольку даже лучшие 75-дюймовые минилотелевизоры все еще страдают от блуминга и мерцания подсветки из-за отсутствия управления светом на уровне пикселя, а QD OLED-телевизоры в этом году максимум 65-дюймовые, самая жесткая конкуренция, с которой столкнется G2 в своем размерном классе, это другие 77-дюймовые OLED-телевизоры, оснащенные OLED-экс-панелью и радиатором, такие как Panasonic LZ2000 и Philips OLED Plus 937. Но разработка компании LG собственного чипа принесла свои дивиденды, обеспечив множество преимуществ по сравнению с другими телевизорами, использующими HDMI 2.1 чипсет от Mediatek, который в той или иной степени ограничен. Например, 77-дюймовый LG G2 может быть откалиброван 3D-LAT, имеет 4 порта HDMI 2.1 с полной пропускной способностью и лучшим в своем классе input lagом, может обрабатывать полное разрешение 4К 120 Гц с HDR, VRR и рабочим HDR. И поддерживает самые передовые функции Dolby Vision, включая 4К 120 Гц Dolby Vision Gaming от Xbox Series X. Кроме того, в последнем обновлении софта 3.20 исправлены некоторые ошибки и улучшено качество изображения, что еще больше укрепляет репутацию LG, как, пожалуй, самого отзывчивого производителя в плане поддержки встроенного ПО. По этим причинам 77-дюймовый LG G2 получает нашу награду «Настоятельно рекомендуется лучшей в своем классе». Конечно, при меньших размерах экрана конкуренция более жесткая, благодаря наличию QD-OLED телевизоров. Чтобы узнать, как 55-дюймовый LG G2 выступил против QD-OLED в Samsung A95B и Sony A95K в нашем ежегодном мероприятии TV Shootout, нажмите здесь для просмотра этого видео. Субтитры создавал DimaTorzok